От содержания дорог до проектной деятельности. Эти вопросы обсудили в Урмарском районе. Там состоялся день главы поселения. Кроме Урмарского участвовали руководители из Козловского и Янтиковского муниципалитетов. Круг вопросов, который ежедневно приходится решать главам поселений, сегодня достаточно широк. Благодаря десяткам успешно реализованных проектов, облик села и деревень республики меняется на глазах. Но одним благоустройством полномочия не ограничиваются во главе угла повышения инвестиционной привлекательности территории. Налоги, которые генерируют микро- и макробизнес, являются серьезным подспорьем не только для районных бюджетов, но и для местных. Поэтому каждый глава заинтересован в том, чтобы их количество росло. Большую роль здесь играет государственная поддержка. Чтобы они могли развиваться, чтобы у них оставались деньги для того, чтобы они могли развивать свой бизнес, свое предприятие, открывать новые цеха, создавать новые рабочие места, чтобы они могли менять оборудование. Для выявления и тиражирования интересного опыта работы ежегодно проводится общероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика». У местного самоуправления республики серьезная заявка на победу. Очень хорошим опытом работы поделились главы поселений, районов о работе старостно-населенных пунктов. Этот уникальный опыт, который у нас есть сегодня в Чувашской республике, и он, безусловно, требует тиражирования. Обсудили вопросы взаимодействия местных властей с контрольно-надзорными органами и передачу полномочий по внешнему финансовому контролю и планируемые изменения регионального законодательства в сфере развития местного самоуправления. Завершился день главы в Доме спорта. Команды сельских поселений сошлись в турнире по волейболу и в соревнованиях по арм-рестлингу, где показали в буквальном смысле, как работать плечом к плечу. Наталья Мальчикова, Александр Магарин, Игорь Зверев, Республика.